Продолжаем тему общественного транспорта в Саранске. В последние полгода на него не жалуется только тот, кто передвигается по городу на автомобиле. Остальные тратят часы своей жизни на остановках. Троллейбусы и автобусы тому вы теперь нечастые гости. По официальным данным, которые приводят в мэрии, сейчас на линию выходит вдвое меньше транспорта, чем того требует пассажиропоток. И снова как 30 лет назад троллейбус может проехать остановку и встать подальше, чтобы толпа не выломала двери. А кондукторы перебегают с площадки на площадку по улице, потому что в салоне не протиснутся. О проблемах городского транспорта мои коллеги поговорили с новым начальником транспорта в управлении мэрии. Анастасия Суркова продолжит тему. Сегодня четверг, время 5 вечера. Мы находимся на одной из самых загруженных остановок города. Несколько десятков людей ждут свой автобус или троллейбус. Кто-то ждет 15 минут, а кто-то и дольше. Я очень недоволен, потому что даже в том году было лучше. А в этом, начиная с сентября, прям как будто отрезало. Либо водителей не хватает, либо что. Но в том году я не стоял по часу и не ждал. А в этом году приходится стоять по часу и ждать. Мне приходится ждать либо седьмой, либо пятнадцатый, либо тридцать первый, либо двести трансатый. И все, идет битком. Сейчас проехал пятнадцатый, а даже не остановился. Нет, это я не залезу, девушка, потому что как селедка в бочке ехать вообще не вариант. На юг-запад очень плохо транспорт ходит. Час-полтора-турас стояли. Я вот опаздываю в стоматологию. Мне нужно двадцать восьмой, либо седьмой, но ничего нет. Даже на карте нет ничего. А на карте и вправду нет. Один двадцать восьмой пазик уже уехал, а следующего автобуса в этом направлении даже и не видать. Интервал заметно возрастает в часы пик, когда всем нужно добраться на работу, в школу и обратно домой. Горожане не могут быть уверены, доедут ли они вовремя туда, куда нужно. А если доберутся, это уже удача. Горожане говорят, что не только транспорта мало. Но некоторые маршрутки и автобусы пролетают мимо остановок уже забитые. И больше не хотят и не могут брать пассажиров. Если по городу добраться от точки А до точки Б, это целый квест, то чего уж говорить про пригородные маршруты. В Николаевку не доберешься. Два автобуса всего ходят. А по городу как? Да, по городу отлично. Довольно? Да, да, да. То есть не ждете по часу, как некоторые? Вот Николаевку полтора часа сидел, ждал. Нету ничего. Вообще ничего. Общественный транспорт – одна из наболевших городских проблем. Жалобы сыпятся одна за другой. Почти каждый день в местных пабликах люди высказывают свое негодование, что транспорт, мол, не дождешься. А если и дождешься, то вряд ли в него поместишься. К таким письмам обычно подкрепляют фотографии, где толпы людей по несколько часов ждут общественный транспорт или как утрамбовываются в автобус. О такой сложной ситуации знают и сами транспортники, и в мэрии. Объясняют проблемы с кадрами. Техника есть, водителей не хватает. Основная причина в том, что во всех, без исключения транспортных предприятиях и муниципальных предприятиях города Транс и у частных перевозчиков, острая нехватка водительского состава. Вторая причина – это сезонные риски. Как мы, наверное, все заметили, в этом году наша зима показала себя во всей красе. Были и ледяные дожди со снежными накатами, и заносы снежные и так далее. Как следствие, это зауженность дорог, нарушение режима движения транспортных средств, в том числе маршрутных. Вот это, наверное, основные. Но людям, которые часами мерзнут на остановках и зачастую опаздывают на работу или в школу, мало волнуют бедствия перевозчиков. Эта громкокричащая городская проблема не стихнет, пока ее не начнут решать. Могу заявить ответственность, что зарплата для нашего региона более чем достойная в этой отрасли. Есть такая мера социальной поддержки, как частичная оплата съемного жилья, если это иногородний житель или житель районов республики. Даже предприятия, перевозчики гарантируют обучение за свой счет соискателей. То есть вот такие меры поддержки существуют. Но когда же тогда с транспортом будет порядок? Вопрос с большим вопросительным знаком. Есть несколько путей выхода из этой ситуации. Каждый путь отрабатывается в должной мере на 100%. Конечный результат, конечно, мы не достигнем прямо вот завтра или там через неделю. Это очень большая, сложная и долгая работа. Но она ведется, ведется на постоянной основе. И мы полагаем, что положительный результат будет достигнут. Значит, будем терпеливо ждать, когда общественный транспорт начнет ходить, как часы. Анастасия Суркова, Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Программа «В центре внимания». Продолжение следует...